Чистая вода должна прийти и в Порецкое. Сейчас в селе по федеральной программе меняют водопроводные трубы. Вот так у нас вода идет. Второй этаж. Не постираться. Это вот максимум? Вот это максимум, да. И посуду также? И так же можно. Иногда, знаете, на мылю полоскать нечего. Все стоит. На одной улице не хватает напора, на другой из кранов течет ржавая вода. Такую ситуацию мы застали в Порецком в июле этого года. Причин несколько. Первое. В местной воде изначально в 40 раз превышено содержание железа. Чтобы решить эту проблему, построили станцию обезжелезивания. Теперь вода, которая уходит потребителям со станции, соответствует нормам. И тут возникает вторая проблема. После очистки она попадает в старые трубы, которые не меняли больше 40 лет. В итоге зачастую жители получают мутную воду с ржавчиной. Приходится очищать самим. Ну, на сколько фильтр хватает? Да ну, ненадолго. Сейчас мне, мне 180 рублей стоит. Проблема сейчас не будет. На месяц не хватает. Нет, нет. В ближайшее время здесь решат и эту проблему. По федеральной программе «Чистая вода» национального проекта «Экология» в селе меняют водопроводные трубы. В общей сложности 27 километров. Начали работу в этом году. Подрядчик выиграл в этом году. Конкурс был проведен. В августе он приступил к работе. Работы рассчитаны на два года. 16 километров с половиной в этом году, оставшиеся в следующем году. Помимо Порецкого работы по программе «Сейчас идут в Чебоксарах» началось строительство водопровода в деревне Чандрово. На очереди другие населенные пункты. В целом нам на республику в ближайшие 6 лет планируется выделить более 2 миллиардов 200 миллионов рублей средств федерального бюджета. Мы планируем построить более 370 километров водопроводных сетей в республике. Также эти водопроводные сети все-таки будут оснащаться станциями водоподготовки, которые будут обеспечивать очистку подземных гументов до нормативного состояния. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика.